Здравствуйте, отец Константин, благословите, начинать. В области мятежинства годуха. Как там, Данюша? Ой, спасибо, Данюша, хорошо. Тоже как раз к теме, как всё успевать, когда есть семья и дети. Да, тема у нас прям очень актуальна, самая распространённая в плане вопроса в директе других соцсетях. Привет, привет. Ну-ка, покажись, какая там красота. Будущая наша православная молодёжь. Где ты зубы потеряла? Где зубы потерял? Все остальные, они у меня упали. Упали? Попадали. Ну, замечательно. Зато красивые другие вырастут, да? Вчера мне выдёргали вот здесь зуб. Вот. Ужас. Ну, мы переживём. Ты же большая уже. Нет, мне ещё больно уколу такую делали. Ну, переживём. Всё будет хорошо. Угу. Договорились. Наши детки. Особенно мне забавно бывает, когда у батюшек на задней фоне во время эфира дети приходят, там начинают ему там бороду крутить. Так, в кавычках, с избытки производства. Да. Ну, на самом деле, тема у нас очень интересная. Как священнику-блогеру, с одной стороны, это интересно звучит, необычно, ново где-то, ну, относительно ново, но в то же самое время, как ему совместить его виртуальную жизнь, его виртуальную миссию о Христе. Может, в первую очередь, где-то лично своим примером. И реальную, когда вот так же деточки приходят, когда обнимание хотят. Это очень, конечно, проблематично. Себя зачастую, даже честно скажу, успокаиваешь тем, что в первую очередь, по словам Христа, он говорит, если возлюбишь больше меня, отца, матери, детей, тому и перечисляя дальше, не достоин меня. Поэтому ты понимаешь, что сначала Богу-Богу, потом Кесарь Кесарева. Тем более ты давал обет, клятву Богу, что, в первую очередь, всё для Него, потом уже его семья. Но на самом деле семья никак не может быть сильно ущемлена, потому что, если ты живёшь в Малой Церкви, если ты единый организм, то они тебя поддерживают, они понимают, бывают, конечно, случаи такие, когда ты уже нам уделишь внимание, когда мы куда-нибудь съездим и тому подобное, чисто человеческие какие-то моменты, конечно, ты начинаешь планировать, хотя бы говоришь, вот давай тогда-тогда. И, в принципе, этот вопрос как бы аннулируется. Виртуальная жизнь, она очень много занимает времени, потому что, помимо того, какой ты хочешь материал выставить, который, чтобы люди увидели, который тебе интересен, нужно ещё выставить тот материал, те посты или видео снять, или эфир провести на ту или иную тему, который люди хотят услышать, которая актуальна для них. Вот, сложно успевать. Когда у тебя появляются помощники, или ты просишь о какой-то помощи, конечно, чуть-чуть легче становится, но всё равно тебе приходится это всё мониторить, эмулировать, но в таком русле. Отец Константинович, подскажите, сколько в среднем в день у вас занимает ведение всех соцсетей? Давай в процентном соотношении. Ну, примерно, если вычесть службы, требы, молитву утреннюю, вечернюю, сон, это 24 числа, если отнять, ну, наверное, ну, наверное, остаётся 40 процентов это вот на всё остальное. То есть, ну, приходится спать от безысходности. Я бы сказал так. Ну, очень много. Ты едешь в машине, ты включаешь телефон и слушаешь, как минимум, аудио вопроса, аудио какие-то, чтобы не читать, чтобы внимательно был за рулём. Или какую-то тему, которую тебе нужно снять видео, и ты, естественно, слушаешь других батюшек или, там, допустим, Осипова, как они, что на эту тему высказывают, каково их мнение, потому что заниматься только лишь от себя теной нельзя. У нас церковь святая, соборная, и у нас должно быть единое церковное мнение, потому что если оно будет кардинально отличаться от того, что говорит в совокупе церковь, то это уже раскол. А ты не имеешь права душу повредить человека. Ты должен её укрепить, утвердить и что-то своё чуть-чуть, но добавить. А кто-то помогает вам в ведении соцсетей или вы всё, весь контент готовите самостоятельно? Ну, до недавнего времени буквально может быть недельку-полторы назад это было всё в одном лице, потому что полтора года назад я организовал один международный интернет-проект «Батюшка Ла, Батюшка Любовь», где сегодня каждый день самая востребованная площадка это ОК, ОК Лайф мы ведём трансляции в Одноклассниках. Они умнички, они очень контактны в плане общения, даже администрация этой соцсети. И там каждый день наведут священники трансляции ежедневно по вечерам. И вот в этом проекте очень большой охват и стали вот мне ребята помогать в том числе, которые отозвались, ну, наверное, не знаю, от безысходности был уже такой крик души. Я записал видео на YouTube, на Instagram недавно пост был, я говорю, ребята, я уже просто физически сам не вытягиваю, кто может отзовите, если мне нужны помощники. И такие нашли, нашли святой жизни люди, ребята, молодые, активные. сейчас мы с ними начинаем более плотно знакомиться, работать, какие-то функции они на себя возьмут. Я очень тому рад, что они хотят тоже потрудиться на ниве распространения веры православной. Ну, это же еще очень хороший способ в будущем обрести профессию, связанную с работой в социальных сетях. Да, может быть. У меня еще есть молодежно-православный клуб «Уманский благовец», который я организовал 7 лет назад. И мы тоже, вот я думал, я приехал служить, никто молодежью не занимается. Смотрю, вообще невостребная молодежь в том месте, где я сейчас служу географически, как-то надо придумывать что-то. Я их потянул, и много направлений придумали, как творческие, естественно, богослужения. я видел, что у них есть ресурс, который нужно применить. И мы стали с ними снимать какие-то социальные ролики или какие-то видеоответы, прям мини-фильм снимать. И они себя как актеры проявляли, как сценаристы проявляли. Некоторые пытались что-то даже снимать. В этом плане мне понравилось, что они почувствуют себя востребованными. Но это классно. Это самое главное, что им понравилось. И они идеи какие-то предлагают. А для меня это самое главное, увидеть эту обратную связь. Вы не проводите никаких мастер-классов по тому же видеомонтажу или по ведению аккаунтов? Какой-то существует обмен опытов, кроме молодежи, с которой вы непосредственно общаетесь каждый день? Ну, я этого не делал. Опыт на самом деле очень большой, без преувеличения. Огромный опыт уже, потому что я это понял, знаете, когда один батюшка мне обратился, говорит, а как? Я смотрю, ты когда трансляцию по воскресеньям ведешь, твоя одна и та же трансляция на пяти соцсетях сразу идет. То есть, как это так? Я начал вот это, вот это, вот это. Короче, говоря, мы с ним часа два проговорили, он говорит, это просто, это где можно все подчеркнуть. То есть, я понимаю, что реально можно на каком-нибудь мастер-классе при очередном там, как мы приезжаем на рождественские чтения, именно показать хотя бы по одной соцсети, как это можно, что это нужно применить. Можно поделиться этим опытом, но пока это не востребовано со стороны, скажем так, того же нашего синодального дела, чтобы этим поделиться. У нас пока более низкий уровень невостребованность, ну, как группу сделать, допустим, там, в ВК. То есть, и рассказывают вот эту страничку, то есть, страничку можно создать, а вот как ее насытить, это другой вопрос. Чем? С помощью чего? Батюшка, я думаю, я вот себе прям галочку поставила, и я думаю, вот с Божьей помощью, если все сложится и будем мы принимать участие в организации следующих рождественских чтений, с огромным удовольствием вас бы пригласила в нашей секции выступить, если такое будет возможно. Ну, да. Интересно было бы послушать про то, как все начиналось, да, то есть, откуда возникло желание нести проповедь в социальных сетях? Желание, в принципе, оно экспериментальное сначала началось, я как сегодня помню, это было еще до того, как меня рукоположили, попробовать, что это такое, зачем оно нужно. Естественно, как говорят, первый к блинкомам, я делился какими-то своими мыслями вообще во вере молодого человека, не будучи в сане еще, я увидел, что некоторые вообще не понимают, о чем речь идет. Потом какое-то было затище, года полтора, вот, меня рукополагает, у меня технически, надо очень понимать четко, что в технический момент хороший интернет очень важен для этого. Вот сейчас я в поездке на лечении, поэтому у меня нету сейчас, допустим, штатива, почему рука трясется, держишь, то есть какие-то вещи, подсветки, может, вы видели, недавно я пост делал, вообще, какая у меня мини-студия за 13 лет сформировалась в постах, это софиты, это микрофоны, это, то есть должен быть определенный уровень для этой деятельности в любом случае, потому что картинка, качество и звук, они все имеют значение. Вот, поэтому какими-то методами проб и ошибок начинал, но самое главное, как ни парадоксально, я отвечу, наверное, за многих других священников, в том числе блогеров, это чисто воды энтузиазм, это желание исполнить заповедь Христа и идите научите все народы, то есть это свой накапливающийся духовный багаж на основании чтений святоотеческой литературы, священного писания, личного опыта, допустим, исповедей, вопросов, то есть он у тебя копится, копится, а если ты его не выплескиваешь, ты начинаешь все, ну кому это надо, зачем это надо, даже какой-то внутренний надлом происходит иногда, я вам скажу, у меня двоякий был надлом, первый момент, что это никому не надо, вот у меня есть там 15-20 прихожан, вот ими я поделюсь, но большая часть их более возрастная аудитория, скажем так, молодежь, она так туда-сюда, поэтому ты начинаешь, ну это личное качество тоже очень нужно учитывать, почему, потому что одному только пришел, помолился, я вот, надо урок в воскресенье в школе пройду, ну все, больше меня не трогать, а кому-то вот и океана мало, понимаете, вот, может из-за этого таких характерных, что мне всегда куда-то надо было влезть, мне это было интересно, и плюс это, я очень, для себя, вот, почему я утвердился, что я буду этим заниматься, просто, вот у меня сегодня, если можно так сказать, рекордный просмотр одного эфира, 130 тысяч человек, это за час было 130, и плюс еще за несколько, еще за несколько дней досмотрел, потому что это эфир в топе висел, вот, я понимаю, что это огромная аудитория, с одной стороны, ее нету именно в живую, в храме, с такого количества людей, и плюс тебе эти эфиры помогают самому еще развиваться и образовываться, в каком плане, тысячи вопросов, которые, допустим, ты можешь не знать, я всегда говорю, братья и сестры, я вот этот вопрос вижу, я его прочитал, но ответить пока не могу, я подготовлюсь, отвечу в следующем эфире, ну, смысл, я сейчас какие-то там корешки поговорю, и по сути, скажу, вернее, в итоге я не ответил человеку, он скажет, безграмотный священник, я лучше признаюсь, что я не знаю ответа на этот вопрос, и грамотно отвечу в следующем эфире, и ты развиваешься, потому что, знаете, как сейчас помню, первый, немножечко в ступор мне вопрос поставил, почему, как сегодня помню, я тогда понял, что хорошо, что я этим начал заниматься, потому что я теперь буду больше знать, почему Иоанн Креститель, не, нет, не так, почему в Евангелии написано, что Иисус Христос крестился от Иоанна Крестителя на водах иорданских, если еще как такового понятия креститься не было, то есть о кресте еще не было по моменту, то есть он же сначала крестился, потом его распяли, появился момент понятия крест, крестное знамение, да, вот именно в духовном смысле, почему он его крестит, если тогда еще понятия крещения не было, я немножко в ступор встал, я предполагал правильный ответ, думаю, сейчас не то ляпну, зачем оно надо, и потом, конечно, ответил в следующем эфире, потому что правильно вы говорите, термина крещения не было, был термин омовения, баптисти, баптистерии, да, вот, именно символизировало как бы омовение, как покаяние, и далее вот такие вопросы, они тебя заставляют становиться грамотней, а что священнику нужно, это и нравственно, и духовно, и в знаниях расти, потому что этим ты можешь поделиться, этим ты можешь угодить Богу, поэтому вот такими маленькими шажачками, сожжучками, методом проб и ошибок я вот так вот заразился этой духовной идеей. Спрашивают в комментариях, учились ли вы у Елены Никольщиной, если я правильно сказала. Была, была, она, вернее, есть, замечательная девушка, она наша с вами ровесница, по большому счету, именно один из таких опытов, хороших, качественных, на качественном уровне, я у нее учился, пять шагов, по-моему, к успеху, именно в Инстаграм, потому что в других соцсетях там немножко другие алгоритмы, но именно по Инстаграму, когда я пришел в Инстаграм, чтобы им в том числе заниматься и развивать, самое лучшее, конечно, в этой области, я считаю, на сегодняшний день, это она, наверное, без преувеличения, поэтому прошел я у нее курс, делал посты, задания, мне это очень было интересно, понравилось, вот, но именно там у нее еще более серьезный, как студенческий уровень, ну, я финансово себе не мог позволить себе, ну, параллельно какими-то другими информационными ресурсами пользовался. Ну, мне кажется, сейчас вы могли бы уже пройти ее курсы за рекламу, потому что насколько успешно вы применяете ее знания, мне кажется, это лишняя такая визитная карточка для преподавателя. Знаете, мне очень понравилась мысль о том, что вот идеальный, да, такой процесс, когда не только учитель, да, учит ученика, но получается, и ученик учит учит учителя, и помогает ему расти, и задавали вопрос нам перед эфиром, бывает ли такое, что подписчики, да, ваши становятся вашими духовными чадами, и насколько часто это происходит? Да, два человека есть, но это не инстаграм, это в совокупе, если брать соцсети, есть двое таких духовных чад, которых духовно окорвляешь, которые порой издалека приезжают, вот, но там очень, понимаете, в чем, когда они становятся настолько близки, когда в ходе общения тебе, как минимум, они становятся близки и по духу, потому что просто батюшка советчик, он может быть любым, в любой храм зайдите, я думаю, любой добрый батюшка, хотя мы все добрые, особенно, когда спим зубами в стенке, вот, он даст вам ответ с кротостью, благовением, вот, а вот именно, чтобы ты доверился и своей душой, и этот человек тебе, это вот должно быть такой вот важный момент родственных душ, это не просто батюшка-советчика, здесь ты и каждый день, по несколько раз, там, утром, вечером, в течение дня, когда молишься, их поминаешь, это ты за них переживаешь, это как твои дети, только духовные, которые ты несешь разной бремени с ними, какие, кого-то примеряешь, там, от семейных их разборок, о ком-то молишься, чтобы боженька деточек им дал, кому-то там еще какие-то, ну, начиная от минимальных бытовых каких-то ситуаций, и заканчивая, как спасти душу, вместе с ними спасаясь. Знаете, видимо, какое-то общее место мы затронули, только что в комментариях прошел вопрос, как смиряться и перестать обращать внимание на ошибки партнера. Ну, тут два, я бы, я всегда, если вы хоть чуть-чуть смотрели, там, мои эфиры или посты, я стараюсь всегда на один тот же вопрос ответить несколькими ответами или, как говорят, многогранно. Первый, я бы сказал, сначала видеть себя, как Господь говорит, сначала видеть бревно в глазу своем, прежде чем как-то вообще реагировать на другого человека, интересует даже ближнего или не ближнего, понятно, почему мы ближнего тяжело воспринимаем, чаще обижаемся, потому что мы его ближе и пододвинули к себе, придвинули или приняли и дали ему свою любовь, а когда он как-то корректно или специально обижается, обижает нас, то эта любовь нас вот так вот сжимается, ну как же так, я же тебе душу открываю, а ты мне ее плюешь, и тогда, конечно, легче, вернее, тяжелее простить, но простить можно, опять-таки, почему, потому что сам Господь говорит, если не простишь брата твой, я тебя не прощу вовек, то есть, если мы будем все-таки пользоваться, применять не просто терминология какой-то, а именно жить по Евангелию, гораздо все проще становится, многие вещи просто, они как песок сквозь пальцы бессмысленно становятся, вот, поэтому первый момент, видеть свое бревно, второй момент, понимать, каково тебе будет перед Богом, относительно, не простишь братовую, и третий момент, он очень простой, но эффективный, я считаю, каждый человек, он немощен по природе своей, если мы понимаем, что мы немощны, и ты не можешь его воспринимать, проблема в чем? Мы воспринимаем каждого человека, судя со своей точки зрения, вот если я, допустим, здоровый, и бабушка должна быть здоровая, такая бабушка уже пожелает, она уже не имеет тех даже физических ресурсов, которые у тебя молодого, а мы судим по себе, если я могу, и она может, допустим, ну я с потолка пример взял, вот тут точно так же, у каждого человека, даже молодого, может быть какая-то немощь, физическая, духовная, психологическая, и если мы людей будем воспринимать с любовью о Господе, и в том числе, как немощных людей, нам проще будет относиться к ним, и не будет огромной такой планки, которые они должны перепрыгнуть, они могут взять так, а мы можем так, поэтому, если мы будем к людям относиться как к немощным, не как с шизанутым, не с грубостью, не с превозношениями над ними, а именно с любовью, но как к немощным людям, то гораздо все проще будет, ведь, как святые отцы на суча, вы не имеете права осудить человека, потому что человек это образ подобия Божия, вы можете осудить грех, который вас смутил в этом человеке, а человеке помолиться хотя бы кратенько, чтобы он излечился от этой немощи греховной, проще тогда будет. А какой совет вы бы дали, исходя из своего опыта, вот такой активной деятельности и семейной жизни, и служения, может быть, какой-то есть у вас универсальный совет для молодых пар, потому что сейчас, в 21 век, он все-таки продиктовал такое, наверное, крушение основ брака, и очень много, по крайней мере, среди моих друзей и знакомых распадается семей, и как сохранить вот это вот тонкое равновесие? Его сохранить очень тяжело, особенно изначально, потому что изначально, к сожалению, брак не начинает правильно, а уже проблемы – это следствие. Изначально не дружат, не ищут человека, с которым у тебя будет единоверие, единомыслия. Ищут, чтобы был, зачастую сегодня, молодые люди, ну, девочки, к примеру, состоятельные, умные, комичные, но с юмором, то есть какие-то более материальные вещи. Не задумываясь, а хочу ли я, чтобы нематериально, как мне очень, не знаю, хорошая притча такая, можно вообще рассказать о том, причем? Конечно. Мне очень нравится притча, наверное, всем известно, когда отца попросил сын приглашение на свадьбу отправить, и он это сделал. И вот он приходит в день свадьбы, почти друзей этого юноши, никого нет, не пришел. И он говорит, папа, неужели ты меня подвел и не разослал приглашение? Говорит, сын, ты же сказал друзьям разослать? Я разослал. Только вместо приглашения на свадьбу я разослал письма с просьбой о помощи. И вот кто твои друзья, они здесь. Вот по такому же принципу, если мы будем подходить к взаимоотношениям с сугубой ответственностью, а не что я могу поиметь, а с точки зрения что я могу дать, ведь православная вера к чему призывает? На фоне возлюбить ближнего, как самого себя, себя любить именно во Христе надо, а не с короной на голове. Корона у нас у каждого, и слава Богу, вирус не у всех. А корона почти у каждого. Да улыбай себе, красивая улыбка. Вот, тут надо просто изначально как ты строишь семью, для чего ты устроишь? Чтобы избавиться от комплекса, что я один или одна? Для того, чтобы мне было хорошо и мне не было финансово тяжело одному? Немножко не с этой точки зрения. Вот у нас вот этот институт семьи, он немножко, да не немножко, надо честно сказать, он почти уничтожен. Это сейчас пытаемся мы как-то огласительно беседы вести, какие-то вот у нас есть отдел по семье детства, да, это сегодня мы опять пытаемся это возродить сугубо с духовной точки зрения, но изначально мы не думаем о малой церкви, как мы вместе будем потом спасаться, как у нашем браке появятся детки, да, благодаря Господу, чьи дороги, и как мы их будем приводить ко Господу. Вот пока у нас не будет такой точки зрения, наши браки будут распадаться, потому что только конфликт маленький, там, ты носки разбросал, к примеру, с потолка беру, я не бросаю, я просто с потолка беру, который меня спрашивает, как реагировать на мужа, который неряха, то есть девочки хотят родственную душу, хорошенького, но они забывают, что он может храпить, носки раскидывать и еще какую-нибудь пятую точку чесать постоянно. Ой, да ты не такой, когда мы встречались, ты же не за фантик выходила замуж, ты же за конфету выходила, а в тебя зависит, будто она сладкая, или ты подперчишь ее. Так и мужчина, он сначала, к сожалению, воспринимает внешне, что ой, какая симпатичная формы, какие у нее, забывая о самом главном, а хочу ли, чтобы она стала матерью моих детей, а хочу ли, чтобы я всю жизнь не прожил. Вот немножко другая точка зрения, и когда у нас хоть чуть-чуть поменяется, она в правильное русло, и браков меньше будет распадаться, потому что сегодня у нас он не дает, он не содержит, он, так он же может не содержать, пока еще на ноги не встал, он молодой, неопытный, его нужно поддержать, или тебя в том числе поддержать. Вот когда у нас это начнется, у нас ее меньше будет распадаться. А самый главный момент перед тем, как начать взаимоотношения, молиться. Однозначно молиться, потому что без Бога не до порога. Господу, Богородице, к примеру, там, Петру и Февронии. Вообще, с Петром и Февронией могу интересную историю рассказать. Хотите? Конечно. Ставьте крестики в комментариях, кто хочет. Значит, история. Когда учился я еще в семинаре, у меня там был один однокурсник, и вот, ну, чтобы сильно там его не афишировать, я без имен, чтобы его не смущать, потому что мы на друг друга подписываем, смотрим, все-таки это его личная жизнь. И вот он с девочкой встречался пять лет. Вот подошел уже, наверное, недели три до свадьбы остается, уже вроде как все запланировали, распоряженировали, они приехали к его родителям. И он говорит, слушай, ну, у меня достаточно очень верующие родители, давай мы в разных комнатах пока поживем, чтобы не смущать их, в искушение не вводить, и потом, ну, распишемся, наша семья, наша малая церковь, мы уже, естественно, вместе спим и все, что положено, ну, чтобы их не смущать. Он говорит, да, ладно, хорошо. И вот происходит такое, что он думает, вот как раз я один, вот она моя комната, вот мой привычный святой уголочек, буду я молиться. Начинает молиться Петру Февронии, и проходит почти неделька, она стучится ночью и говорит, я с ума схожу, я должна с тобой поговорить. Он говорит, ну, давай поговорим, заходи. И вот он рассказывает, говорит, я, хорошо я сидел, я просто, у меня такое ощущение, что просто мир расстановился. Она мне говорит такие слова, говорит, вот почти с начала недели у меня просто стала крышу снимать. Говорит, у меня такой и страх, и ненависть к себе, и смятение, я решила тебе признаться. Он говорит, ну, признавайся. Он говорит, все эти пять лет, они пять лет встречались, все эти пять лет я была с тобой и говорила, что я тебя люблю, и все у нас было, там, интимы, все остальные дела, только из-за того, что я хотела быть ближе к твоему отцу и его деньгам. Пять лет. Все упало. Чудовищно. Чудовищно, с одной стороны, но опять-таки, по милости Божьей, все раскрылось ранее и по молитвам святых угодников. Потому что потом это чудовищно было бы лицемерно и неизвестно сколько. Это уже не семья была, это именно был бы, ну, в кавычках, как некоторые говорят, брак хорошим не назовешь. Именно в кавычках брак, а не малая церковь. Поэтому, вот, я делаю акцент на этом, нужно молиться и перед отношениями, чтобы Господь указал эту половиночку и в отношениях в том числе. Потому что не всегда нам хватает и кротости, и смиренно мудрее правильно поступать со своими домочадцами. Батюшка, а вот, можно уже, да, сказать, что блогер это своего рода публичный человек. И нет ли ревности к вам, вот, как к человеку публичному, который очень много времени проводит на людях, который вызывает внимание у других людей. И если вот такой момент был, то как боролись, как спасались? Ну, чуть-чуть уточню. Ревность от кого? От близких? От сослуживцев? Скажем, от кого? Да, и от близких, и от сослуживцев. Ревность от близких была, да, ну, ну, не на тот, а тот отвечу. Ревность от близких была только в том, что первично они не могли привыкнуть к обилию моего пребывания в виртуальной жизни. Или же, реально, когда я вот занимаюсь съемками, еще чем-то, готовлю какой-то текст, а текст мне всегда очень тяжело дается, говорить я могу, а вот писать это не мое. Ну, вот это не мой талант, и мне тяжело всегда писать. вот, вот именно тяжело было как-то договориться, спланировать, то есть нужно было как-то думать, как этот вопрос решать. Я его решил. То есть мы просто уже привыкли, пришли к единому мнению, чтобы не было обиды ревностей, в том числе каких-то зависти, а это было, допустим, от старшей дочери, что вот папа с теми больше общается, тем больше уделяет внимания, чем мне, допустим, тем более это подростки. Ну, я исправился, я стараюсь больше уделять внимания по возможности. А сослуживцев двоякая ситуация была. С одной стороны подшучивали блогер-блогеры и тому подобное, ну, не будем их очернять, человеческий фактор везде есть, просто, понимаете, у нас вообще в обществе привыкли, если ты что-то делаешь, ты за это должен получать. Вот, допустим, стопроцентно, что я знаю, у некоторых проповедников мусульманских, вот с одним я общался, имамом, который за границей в Германии, говорит, мне за мою блогерскую деятельность от 1000 до 3000 евро платят в месяц. То есть, у них это финансово стимулируется. А у нас чистый энтузиазм, за который ты еще иногда получаешь не только от подписчиков адекватных или неадекватных, а еще от священного начали. Некоторые священники даже хотели бы заняться этой деятельностью, но они боятся, что им прилетит сейчас. Но невозможно жить и не ошибаться. Нужно поддержать и корректировать, а не пресекать. Давайте честно признаемся, что некоторые даже среди священном начале, особенно более старшего поколения, я сталкивался с таким мнением без имен, что интернет от лукавого. С одной стороны, может быть, где-то и можно признать, когда человек не за архиерею говорю, который это высказывал, а за людей, которые в интернете ищут гнилую пищу, где кому-то кости перемывает, какие часы у патриарха или какую-то порнографию для себя, для него это ад, для него значит от лукавого. А если я хочу что-то доброе, полезное для своей души найти, я ищу как ножом. Всегда привожу банальный пример. Ножом можно отрезать хлеб, кусок, и поделиться им, или убить человека. Банальный пример. Поэтому среди священников чаще всего было такое тебе делать нечего, что ли, ты все равно от этого ничего не имеешь. Я говорю, как минимум Божие имею. Собираю, где сердце ваше будет, там и душа будет ваша, как Господь говорит. Поэтому есть возможность, очень много сил забирает, времени, эмоции. Это очень творческая работа на самом деле, потому что нужно душой пережить пост или видео, которые ты хостешь, чтобы это коснуло сердца другого человека. Я тебе два раза уже перебил, скажи, пожалуйста, третий, Бог любит троицу, третий раз ты, говори, моя сокровище. Вы упомянули о добрых делах, и у нас был вопрос перед эфиром, связанный с тем, что добровольцы часто сталкиваются с осуждением, когда они начинают рассказывать о своих добрых делах в интернете, что мы съездили в такую-то поездку, помогли вот здесь, поправили там, бабушки поправили забор. И я сама просто видела эти комментарии, когда пишут, что какие же вы добровольцы, какие же вы славу Божию помощники, если вы пишете об этом в соцсетях и тем самым в угоду своей гордыне все это делаете. как вы считаете, стоит ли, насколько это осуждение вообще имеет смысл и стоит ли о своих добрых делах рассказывать миру? Стоит. Я объясню, почему, а что не стоит. Я тоже это очень болезненно переживал, мне даже мои близкие из моего окружения говорят, зачем вы все это выставляете. С одной стороны неправы, с другой стороны нет. Пообъясню, почему. минимум неправы, потому что в интернете очень много есть грязи и это как противовес и пример. Кто-то это увидит, скажет, слава Богу, что это люди делают и скажет, почему бы мне не делать, а другой скажет, вот они пиарщики. Но, с другой стороны, опять-таки мы обращаемся к Священному Писанию. Где-то Господь говорит, делай тайны и я тебе воздам явно. Что-то однозначно нужно оставлять для себя тайного. А что-то однозначно нужно показывать. Почему? Потому что Господь говорит, не прячьте светильник под спудом, но пусть он светит и ваши добрые дела прославят Бога, который на небесах. То есть, допустим, помогали мы мальчику, мы же видели апостолом, коляску мы собрали, купили инвалиду. Я это не выставлял, что я молодец. Я выставлял, слава Богу, что у нас с вами это получилось вместе. Слава Богу. Не я такой хороший. Все равно эти добрые отзывы, я из-за них благодарю, они написали, бач, какого вы молодец, нашли, помогли, но мы вместе помогли. Поэтому это слава Богу, Господу слава, а нам прими, Господи, иди туда бродителя во спасение души. И когда это преподносится хотя бы так, что это я не для меня, а для нуждающегося и по силам возможности, когда это неугодно Богу, ничего не получается. Вот реально, сколько у меня было интересных идей, проектов, не идет и все. Вот у меня сейчас с тиктоком так. Меня отцы некоторые говорят, давай, давай, давай. Я первый раз зашел, смотрю, сплошная развлекаловка, танцуют, флешмобы там. Ну не мое, ну не хочу. Ну завел там, что-то выложил несколько там видео. Все равно не идет и все. Выставил, может помнишь, особенно на крещение присылаю такое видео, где малютка, младенчик стоит чуть ли на льду зимой и поливается холодной водой. Такой голожопик. Думаю, ну выставлю, пусть, может кто-то увидит, кому интересно это будет. Выставил, и у меня просто заблокировали аккаунт за распространение детской портнографии. Я думаю, слава тебе, Господи, все, не нужен мне этот тикток, все, я за него заберу. Первый раз так было, потом через время думаю, ну там есть некоторые отцы, которые неплохо в нем уже занимаются, там есть у меня батюшка, где я тоже служу в епархии, у него уже там 30 тысяч подписчиков, и у него хорошо это получилось, ему нравится, я рад за него, что у него это получается. Надо всегда радоваться за людей, которые получаются, которые пытаются. диванами, генералами ты всегда сможешь генералом вернее быть, а вот потрудиться и сделать так же попробуй. У него это получается, ему это нравится, я просто, чтобы наблюдать, какой-то опыт тоже приобретать. Поэтому, не знаю, все медом проб и ошибок в том числе. А скажите, в какой социальной сети вы себя чувствуете наиболее комфортно? В божьей, церковной. Это, знаете, недавно картинка мне попалась на глаза, где детки, старая, черно-белая фотография, и детки сидят, ну мы, по большому счету, детство наше, в песочнице играются, и вот написано наверху, это моя социальная сеть детства. Вот самая лучшая, конечно, это социальная сеть, это храм, это богослужение, живое общение. А если мы все-таки говорим о виртуальном, каждая сама по себе интересна, потому что в каждой есть своя аудитория конкретная. Допустим, Инстаграм это больше глянец, это больше какие-то фото и текст, то есть это читающая сеть. Если одноклассно, ну и аудитория такая молодая, чуть-чуть постарше, одноклассники это только скажем в большей степени от 20 и основная это не пожилые, но возрастные люди в основном. В ВК там много подростков, молодежи, но хотя она тоже сейчас начинает половиниться, там уже аудитория возрастная до 40-45 появляется больше уже у меня в статистике. То есть она разная, они все разные, под каждой есть какие-то алгоритмы, под каждой какие-то более посты подходят. Допустим, первая из всех социальных сетей в одноклассниках мне дали официальную галочку публичного человека, потому что она более приветствует активных. В Инстаграме там много чего нужно и в одноклассниках подтверждений больших. То есть я смотрю на это просто. Делай свое дело, как Господь управит, пусть так и будет. Она каждая сама по себе хороша. Можете посоветовать блогеров, которые нравятся вам лично? Может быть и православные, и неправославные люди? Кого вы считаете с интересом? Однозначно отца Павла Островского, потому что мы лично с ним знакомы, какие-то совместные дела делали духовные. Он неординарный, иногда бывает очень неординарный, но мне он нравится. Допустим, отец Александр, Господи, всех ники наизусть не помню. Ну, ряд можно перечислить, это сейчас же как он господи, ники забыл, старый, я склерозный на все эти имена и даты. Отец, в общем, отец Александр, почему он мне нравится, потому что он и как священник хороший, и он имеет образование профессионального психолога, и где-то трудится в Санкт-Петербурге на территории или психбольницы, то есть еще такой живой опыт у него есть, поэтому иногда с ним очень интересно там, ну, много, еще один отец Александр, просто я фамилии всех не помню наизусть, так вот сразу не перечислюсь, но это где-то священников 5-6, которые мне тоже интересно почитать, любопытно, есть вот Яна, тоже замечательная, она сначала просто делилась, что ей нравится, как она к Вере пришла, а сейчас она вот перешла в область такого же блогерства, переросла, я бы сказал, тоже очень интересно, у меня с ней завтра будет совместный эфир, но есть ряд таких, просто по фамилиям всех не помнишь, но все умнички, даже начинающие священники, Бог им большой в помощь, потому что это тяжелые, особенно первые подводные камни, которые ты не наступал, они в любом случае будут, тебя будет капитально ломать, однозначно будет ломать, потому что меня прям года два назад сильно сломало, я мало видел обратной отдачи, но сам по себе, если я вижу, мне хочется просто собачка, спасибо, элементарно хотя бы так, чтобы я видел, что я не только для себя это делаю, и я видел этого, может быть, мало, с одной стороны, с другой стороны, я видел, что у меня какие-то другие моменты начинают хромать, я так подумал, нужно ли вообще мне это в таком количестве вообще, ну делать один-два поста в неделю, да и все, нужно мне ли это, но я понял, что это в том числе было искушение, потому что ты делаешь Божие или хорошо и много, или не делаешь его вообще, знаешь, из области Богу одолжение не нужны, поэтому я как-то подуспокоился, помолился, меня духовник поддержал, папа поддержал тоже священник, который, и как-то я стрепенулся, поддержка в нашем деле тоже нужна, просто человеческий фактор поддержать. А какой могли бы вы дать совет начинающему блогеру? Вот кроме того, что задуматься, насколько это нужно, вот какие, что делать на первых парах? Ну, если чисто технологически, я бы сегодня сказал однозначно проси, упрашивай совместные эфиры, потому что совместные эфиры, они и аудиторию привлекают, и это живое общение всегда интересно, почитать вопросы, которые в чате пишут, однозначно это совместные эфиры, в какие-то проекты уже состоявшиеся проситься, чтобы себя как-то попытаться там реализовать, почему? Потому что там уже есть опыт наработанный, и какие-то смотреть, в том числе мастер-классы, или обращаться к более опытным священникам, которые могут тебе чем-то посоветовать. Это в большей степени технически, но самое главное желание потрудиться не для себя, не для каких-то записочек, которые иногда говорят, хотя записочки тоже интересная тема. Зачастую, если мы посмотрим глобально, большая часть священников, блогеров, это сельские священники. И не могу сказать, что у меня мало востребованности, где я служу, у меня очень большая загруженность. Тем не менее, вот зачастую, когда мало времени, а хочется быть востребованным как священнику, именно сельские священники начинают заниматься блогерством. И может быть для кого-то вот эти к празднику храм или строится, они пишут там подавайте на записки, это для них хоть какая-то поддержка. Вот у меня один есть знакомый батюшка, у него слабенький еще пока аккаунт, но у него реально хотите, верьте, хотите, нет, зарплата относительно его дохода храма 4 тысячи в месяц. Ну как вот выжать священнику, у него еще и матушка вдобавок есть. То есть матушка пытается в первом классе преподавать учительница, а он 4 тысячи у него зарплата. То есть он по большому счету живет за счет матушки. По большому счету у него зарплата больше. Естественно он пытается заниматься каким-то посты делать, записочки подавать на службы. И вот это небольшие деньги на самом деле. У нас в этих записочках 90% халявщиков просто написали батюшка все равно помолится. А то, что это труд и порой даже очень тяжелый, я думаю со мной все священники согласятся. Иногда просто тебя так колбасит, когда ты молишь этих людей, потому что некоторые не исповедуются, не причащаются, некоторые даже написали какого-нибудь атеиста, а может если это записка за упокой, молиться и тебя так и надо колбасит, а люди это не понимают, батюшка помолится. Ну, опять-таки, а для чего копеечку нужно пожертвовать за труды священника? Потому что минимум Господь сказал, да, проповедующий питается своей проповедью. Как минимум, а максимум, да это просто элементарная благодарность ваша. Не обязательно там тысячи жертвы, да хотя бы там 30 рублей пожертвовать и уже ваша добродетель она не будет халявной, она уже будет хоть как-то благодарной. Ну, это такой один из вопросов, почему тоже сельские батюшки, которые выживают, а они есть, это надо объективно понять, принять, это для тех я особенно говорю, которые постоянно на джипах едут, там такие-такие, потому что священники есть разные, минимум человеческий фактор, максимум разная география, разный их финансовый уровень. О молитве был в комментариях вопрос, молитесь ли вы ради Бога или по доброте душевной, вот такая была странная формулировка. Я руку поменяю, а то у меня немножко затекла штатива нету. Как понять ради Бога? Я Богу молюсь, а не ради Бога? Может быть вопрос, я подкорректирую вас, славу Божию, то есть безвозмездно вы молитесь или ради финансов? Ну, давайте так, скажем, церковь православная это не финансовая организация, естественно, если у вас нету копеечки, то ни один священник никогда вам не откажет ни в какой-то трепень, ни в таинстве совершить, ни помолиться о вас безвозмездно. Я думаю, ну, слава Богу, за 13 лет своего священства я с таким не сталкивался, что ты мне обязан или обязана и тому подобное. Я с этим, слава Богу, не сталкивался. Вот, естественно, если человек просит или нуждается в безвозмездных, слава Божию, трудах, я их сделаю. для спасения как минимум своей души, потому что мне тоже нужны добродетели. Их много, потому что грехов мы совершаем, по-моему, как Николай Читатворий сказал, более 600 в день. А сколько мы добродетелей в день делаем? Ну, мизер. Один, два, три, ну, десять. Поэтому, естественно, добродетели нужно искать, их видеть нужно, чтобы Богу угодить, потому что в Священном Писании есть такие слова вера без добр дел мертво есть. То есть, она мертва, если ты не делаешь как минимум добродетельно. Вот. А без веры невозможно угодить Богу. Поэтому, естественно, и во славу Божию трушусь, и если кто-то пожертвует, как-то поддержит, не обязательно, даже финансово, даже хотя бы взамен молитвенно поддержит, потрудится, это тоже значимо. мы недооцениваем значимость молитвы. И ее и психологическое, и духовное даже нельзя переоценить. Господь, видите, как изумительно говорит, что если будет вера твоя хотя бы с горчичное зерно, и горе повелейше, она за тобой пойдет. Если Господь нам через мощи нетленных святых показывает, что с Богом и Богу возможно все, то молитва это то, что нас приближает к Богу. Это беседа. И эта беседа не только опорой душу иногда успокаивает, она такие чудеса тебе показывает. И ты думаешь, а кто я такой, чтобы ты мне, Господь, открывался до такой степени? Чтобы ты слышал мои молитвы и так скоротично их, ну, не знаю, давайте, наверное, скажу, выполнял, если можно так сказать. Господь не беру, не беру, конечно, для выполнения каких-то услуг, но мы видим в действиях, скажем так, таким термином, простите, если выразить, обратную связь, правда, в действиях. Поэтому молитву невозможно переоценить. Я, когда готовилась к эфиру, просматривала ваш инстаграм и обратила внимание, что вы действительно ведете очень активную деятельность, связанную с тем, что вы очень много отвечаете на вопросы. Делаете это, видно, что с удовольствием, и хотела спросить, какой самый, с одной стороны, какой самый распространенный вопрос, который задают люди в комментариях, никакой вопрос, может быть, у вас в памяти остался, как, ну, не знаю, либо самый необычный, либо который вас, вот вы, как вы рассказывали уже, да, вот выбил из колеи, над которым пришлось там поразмыслить и подготовиться. Самый распространенный, он банальный. Вы женаты, вот, это самый распространенный, почти каждый день, который задают подписчики, сестрички наши. Вот, самый необычный был у меня, наверное, ну, может, год назад. Это вот сугубо такой догматический вопрос, который, оказывается, уже давно задали. О, начальство пришло, пушистое начальство, который меня немножко в ступор поставил. Ну, я быстро в словоте Господи, милости Божию, нашел ответ. Это была ловушка, ловушка первых христиан, вернее, не первых христиан, а первых, скажем так, безбожников, которые хотели христиан в заблуждение вести, как-то их обескуражить, задать им тот вопрос, на который бы они не могли дать ответ. А на самом деле и наши замечательные святые отцы и апологеты в первом же веке, когда им задали этот вопрос, они и нашли ответ. А вопрос такой, это не для того, чтобы потом батюшек испытывали, кто смотрит этот эфир, и потом еще будет его на других ресурсах видеть. Вопрос такой, может ли Господь создать камень, который сам не сможет потом поднять? А ловушка в чем? Если Господь не может создать такой камень, то он там значит в чем? Не всесильный и не всемогущий. То есть, если он не может так сказать, он не всемогущий. Если он не может поднять этот камень, значит он не всесильный. То есть, в чем-то он несовершенен, то есть, он не идеал тогда в чем-то. Вот. Я предполагал параллельность ответа, но у меня прям ступор он поставил. Пришлось немножко и покопаться, и утвердиться. На самом деле ответ достаточно простой. Может. Этот камень человек со свободой выбора, он его создал, но почему он его не может поднять? Потому что он не повреждает его свободу воли. Только сам человек волен выбирать, делать ему добро или зло, а Господь не повреждает его волю. То есть, этот камень это человек. Знаете, это очень остроумный и тонкий, изящный ответ на не очень умный вопрос. А как вы боретесь с различными хейтерами? Я уверена, что к вам в прямые эфиры заходят атеисты, которые пытаются вас смутить. Как вам удается сохранить и спокойствие, и вовремя найти правильный ответ? Ну, самое много, конечно, это во время прямых эфиров это в Одноклассниках смотрят. И там и на славные заходят, и, мягко выражаясь, болящие люди заходят. Вот, я для себя выбрал такую позицию, если другие какие-то батюшки начинающие блогеры будут это видеть, я просто делюсь. Это очень, даже людям это нравится. я баню только за мат, потому что мат это сквернословие, это молитва беса. И в то же самое время я и те, которые нормальные люди смотрят мой эфир, я и они не помойка, чтобы материться и в нашу душу и так, а в помойку все сливать. Баню я только за мат. Если все остальное, ну, допустим, там не так давно мне пишут «ты поп или попяра?» к примеру, я говорю, я все спокойно отвечаю там, «ты знаешь, мой дорогой, я с одной стороны поп, потому что поп переводится как пастырь овец православных и главный пастырь это Господь», ну, бываю попярой, когда оступаюсь в грехах, потому что я уже не становлюсь в своих грехах образцом пастырской любви. То есть я пытаюсь его деградированный какой-то болезненный или как-то оскорбляющий меня вопрос перевернуть в нужное русло. Как вот по примеру первые христианские времена имена Руси, когда рушили капища и на этих капищах строили храм. Вот по такому принципу. Или там «Привет, Костя!» Там его Володя, к примеру, зовут. «Привет, Володька!» И другие смотрят «Как это так?» Он на него не изгрубил, ничего ему не ответил, а еще и сьюморил. Ну, почему нет? Знаете, по принципу конечно нужно иногда как-то более что-то строго сказать, но тем не менее мы забываем очень важную вещь. Мы к многим батюшкам «Батюшка, вы такой на вы, на вы, на вы» там сугубо субординацией, забывая, что к Богу мы на «ты» обращаемся. На «ты», но с любовью и уважением. Поэтому то, что он там «Привет, Костя!» на «ты», ну, может, он сугубо хочет, чтобы мы с ним сдружились. Поэтому так просто и от души начинает свое общение. Может быть, это начало дружбы. Надо по-разному смотреть. Не сразу первично и глупо с предвзятостью. Батюшка, у нас остается 8 секунд, эфир пролетел просто незаметно и моментально, и до встречи.